Ну, так что же мы натворили в своей квартире за всё это время, пока я не выкладывала видео? Сейчас покажу. Тут у меня немножко бардачок из-за того, что мы вот это всё натворили. А вот что? Ха-ха-ха! Поздравляйте нас! Что изменилось? Скажите. Поменяли, поменяли, поменяли балконную дверь и окно. А я думала, вы угадаете. Полностью всё выдирали. Вот, не стали сейчас, конечно, зима, сейчас не стали балкон. Иначе это долго. Это долго и холодно. И это не один день. Как минимум два дня, нам сказали, мне сказали на фирме. Так, окно я поставила. И сразу сюда же аквариум. 40 литров этот аквариум. Всё, думаю, кому бы его отдать. Там три рыбки плавают. Ну, пока стоит. Вот. Естественно, это всё заняло целый день. Даже не целый день, а три дня. То есть сама установка окна, она быстро происходит. Но пришёл человек, возился тут. Возился где-то с 10 утра один он был. И до шести вечера. Вот. И потом, перед этим приходилось всё подготовить. Вот эту всю стенку разбирали мы с бабой. Мы её отодвигали, потому что я сделала здесь подоконник широкий. Вот он. Он прям накрывает батареи. Это я специально такой, ну, сказала, чтобы мне сделали. И стол стоял вплотную туда, к старому подоконнику. А пришлось отодвинуть стенку, всё разобрать, вот это всё выкидывать, ну, на диван. Потом перебирала я. Два дня перебирала. Ещё много чего я здесь не сложила. Ещё много-много перебирать. Ещё работы много здесь. Вот. Вчера складывала, много бумаги выкинула. И ещё буквально вот в ближайшее время буду опять всё переставлять, перебирать, расхламлять и так далее. И мы сдвинули эту стенку, потому что стол стоял вплотную. Мы думали, что не въедет потом стол сюда. Пришлось попросить этого мастера, чтобы он сдвинул нам, помог стенку. И вот такие вот дела. В общем, качество немецкое. Забыла, как фирма называется. Вот здесь вот с гребешками сделали. Здесь двойной стеклопакет. Покет не стала я тройной заказывать, с учётом того, что если будем делать балкон. Ну, это уже когда будет. Вот. Могли бы в этом году летом сделать, вот этим летом. Но не до этого было. В общем, решили отложить на будущее. Здесь он мне оставил старый подоконник, не вынимал его. И на старый подоконник сверху сделал новый. Так теплее, так лучше. И повыше получается подоконник сам. Вот. Дверь почему стеклянная получилась? Когда приходил замерщик, он мне сказал. Говорит, какую вы дверь хотите, стеклянную или вот низ пластиковый? Ну, я у него спросила, говорю, а как делают? Вот большинство как делают. Ну, он говорит, что в основном пластиковую ставят, чтобы для того, чтобы не видно было вот этого, всё, что на балконе. Но стекло прочнее. Вот. Но вроде бы мы договорились, что нам надо пластик. Ладно. Договорились. Потом, когда уже этот человек, мастер, пришёл, я смотрю, у него стекло. Я говорю, почему вы мне стекло привезли? А он говорит, как в контракте написано? Видимо, тот, который замерял и писал контракт, он, видать, не написал там. А я не глядя, поскольку тут, тут же вот за столом сидели мы. И я как бы не придала значения тому, что он не записал. В общем, порог с этой стороны, с той стороны, подоконник. Сюда ещё сетка входит в комплект. И прихлоп. Вот прихлоп. Вот так вот. Ну, стало теплее, конечно. Конечно, стало теплее, потому что та дверь у нас старая, она сифонила конкретно. И вот эти вот гребешки ещё сделала. Вот они, гребешки. Вот. Теперь можно открывать на какое угодно расстояние. То есть можно чуть-чуть. Регулятор такой. Кто ещё не делал, тем рассказываю. Можно вот хоть на самую меньшую поставить. Чего-то он тяжеловато. Сейчас вот двумя руками надо его. Вот, можно на побольше расстояние. В общем, ну вот так вот. Здесь тоже всё работает внизу. Всё хорошо. И как бы я специально заказывала форточку. Не стала я как на кухне делать со сложным открыванием, потому что невыгодно нам. Бывает, что я на ночь вот открываю. У нас такая духота в спальне, что я открываю в зале, у нас спальня как раз напротив зала находится. И удобнее мне... Во, вот так вот сделала. Тут открыла, тут открыла. Удобнее мне, когда форточка в зале приоткрыта, потому что в спальне не откроешь форточку, там очень часто ветра бывают. Ветра, шумов много. В общем, не открываем мы спальни. Так особо не пользуемся форточкой. Зимой особенно. Можно вот так вот оставить. Здесь для чего нужны гребешки, если балкон застеклён? У нас же дерево. И этому балкону застеклённому уже 30 лет. И там продувало. Ну, хотя вот сделали мы вот это вот запенивание, да, там на балконе. Но всё равно продувает, когда сильный ветер. И бывает, я вот так открыла, вот если деревянную форточку вот так открыла, да, потом подхожу, она вот так вот, Настя, открывается, когда была деревянная. Поэтому я решила, что всё. Нам нужно с регулятором обязательно. С гребешком. Так, вот так вот. Так что радуйтесь за нас. Ещё работы очень много. Тут надо стенку приводить в порядок. Ещё место освобождать. И ещё сейчас кое-что покажу, что я купила для дома. И ещё, что я в доме сделала. Буквально вот это было в течение недели. То есть вот это окно и ещё много чего. Вот что я купила. Специально ходила, хотела вот именно вот такую коробку для всяких мелочей, для инструментов. У меня там под шкафом в спальне лежат всякие всевозможные инструменты. Вот. И я думала, мне надо коробку, которая бы подошла с крышечкой вот такой вот. Подошла под шкаф. Вот. И была в магазине, увидела, думаю, по высоте как раз она подходит. Должна подойти. Ещё не мерила, но я думаю, что она подойдёт. Вот такую вот коробочку взяла. Взяла выключатель у нас сломался в коридоре. И взяла вот для кухни вот такое вот ведёрко. Ой. Вот такое вот ведёрко взяла. Баба ещё не видела это ведёрко. Ну, в общем, вы поняли, да? Здесь вот можно ставить пакет. Пакеты я ещё не купила, но вот куплю в ближайшее время. И поставлю его там вот для мусора как раз. Так. И вот объём. Объём, объём. И вот, по-моему, 13 литров. Так. Где тут, где тут, где тут? По-моему, что-то я... 12 или 13 литров где-то я читала при покупке. А, 14 литров. Вот. 14 литров. Вот такое вот ведёрко. Так. Вот такие коробочки, мне кажется, надо будет мне ещё докупить. А здесь сколько объём? Сейчас я посмотрю. Здесь 15 литров с крышкой. Свет слоновой кости. Специально я выбрала этот цвет. Там были другие. Серые там. Других цветов. Я выбрала вот эту. Красивенько. Вот. А теперь я ещё покажу, что же я в доме натворила. Почему же я ничего не снимала. Точнее, как. Когда приходил мастер, здесь делал, я прям всё снимала на видео. Но я эти видео не буду выкладывать, естественно. Я снимала чисто вот для себя, чтобы запомнить, что он как делал. Чтобы вот потом не ходить и не думать. А вот здесь пропенил, а вот здесь пропенил, а вот это вот так вот, чтобы не было, не возникало вопросов. Я весь день ходила и буквально вот всё записывала на телефон. так же я, в общем, как сказать, когда на кухне делали окно, я ничего не записывала. Ну, я так положилась на мастеров, думаю, ладно, пускай, как бы, они же мастера, они там двое приходили. И потом ходила и думала, а вот здесь он замазал, а вот здесь заделал. Вот единственное, он ушёл и вот здесь вот ничего никак не заделал. Надо будет потом позвонить, спросить, как. Или, может быть, самим как-то замазать вот здесь вот. Заштукатурить или что там сделать. Вот. И когда вот они ушли, мастера, которые делали на кухне окно, у меня куча вопросов возникла, да. Вот. Потом думаю, ну ладно, они же мастера. В общем, и созрел у меня такой план, что в следующий раз, когда придут, я буду чисто для себя записывать всё на видео. Все подробности. Вот. И пришёл тот же самый мастер, который тот в прошлый раз приходил, но он пришёл один. В прошлый раз их было двое. И когда на кухне делали, там хорошо, что я взяла тряпочку и стала протирать это окно. Там, короче, обнаружила трещину. И ждали время, пока они привезут, заменят. В общем, вот, времени ушло, если он в 10 утра пришёл, стал выбивать окно, то в 2 часа дня они ушли оба. Вот. А сейчас он один возился, возился до 6 вечера, и ему в комплект ещё забыли положить ручки. Он ещё за ручками поехал, съездил. В общем, короче, мы боялись, что мы тут с бабой вымерзнем, как мамонты. минус 14 градусов было. И я думала, что, да как, а как то, а как это. В общем, благо, что наша та вот комната, противоположная спальня, она очень жаркая, она выходит на солнечную сторону, а здесь сторона теневая. Вот. И как бы не вымерзли. Даже в куртках не ходили, хотя на улице было минус 14, и он сказал, что до минус 20 они запенивают вот этой зимней пеной. И как бы всё нормально. И даже в куртке не пришлось одевать, даже обогреватель не включали мы. дитё пришла со школы, тоже сидела в кофте там, в бабиной комнате, в другой. Вот. И как бы я, когда здесь проходя, заходила в эту спальню, в нашу солнечную, там вот просто жара стояла, просто жара, просто продыхнуть было нечем. Вот. А сам этот мастер, он вообще в футболке работал. куртку снял, был в футболке. Я говорю, вы не замёрзнете? Он говорит, нет. Уже, видать, привычный. Вот. Так что вот такие вот дела. Пойду дальше снимать. Показываю, что мы натворили. Новая раковина. Полностью новая. Здесь уже что-то тут, крошки какие-то. Так. Я не протёрла перед видео. Так. Новый кран, новая раковина. Полностью меняли все трубы. Эти ещё банки, это банки бабины, убрать надо с краской куда-нибудь. Полностью выносили все трубы. Слив. Вот этот кран новый поменяли. Душ сделали. Вот. Вот это всё у нас старое ещё. Вот это вот пластмасса всё. Хочу сюда уголок купить, чтобы ставить шампуни там. Для мыла, шампуни и так далее. Полностью. Ну, раковина тюльпан. Тюльпан. Но слив поменяли. Всё. Вот. Все трубы полностью. У нас были железные. Железная труба шла для горячей воды. Всё сделали пластиковое. Ну, и, соответственно, поскольку слив меняли здесь, то и на кухне тоже всё заменили. Вот. В туалете не меняли, потому что мы там меняли ещё летом. Мы меняли там унитаз, мы повесили там бойлер, поэтому только здесь возились и на кухне. А теперь, кто смотрел мои старые видео кулинарные, где я показывала кухню, как бы не специально, но она попадала в кадр. То есть мойка. Вот. Скажите, что изменилось? Вот эта вот сторона попадала в кадр. Что изменилось? А вот что изменилось. Сделала я столешницу. Верхний шкаф пока ещё не стала заказывать, потому что здесь надо, вон, потолок полностью всё менять. Всё снимать, всё менять надо здесь. И делать проводку. Хочу как-то всё заменить. А здесь получилось так, что мы решили, раз мы там в ванной за стенкой меняем всё, слив, трубы, всё, то почему бы не поменять и всё здесь. У нас раньше как было? Вот это вот была у меня уже подставка подложки. Такая подставка, видите, как металлическая, кинг-хоф. Это я весной ещё покупала, когда баба наша увидела эту подставку. Она говорит, ну, говорит, как, яснешь кому-нибудь, как поварёшка. Вот такая подставочка. Так, и я заказывала белую специально. Поскольку у нас теневая сторона здесь, окно, то здесь темно будет, если другую какую-то сделать, другого цвета. И целый месяц я ждала, когда всё сделают. Привезут, всё сделают. Вот это у нас кафель старый. Это ещё ложил мой отец, когда мне 8 лет было. И раковина здесь стояла. И стояла, был такой, как фартук, вот такой металлический был, щиток такой, что ли, да? И вот это всё оторвали. Это ещё мне предстоит всё замазать. Вот здесь, вот здесь были дыры такие. Это зацементированные они уже. Вот этот щиток металлический, он туда вот как бы входил. И раковина как бы висела. Вот так, без всяких столешниц, без ничего. Машинка уже здесь 4 года стоит. Ну, и мы долго обговаривали, здесь бабина кастрюля с молоком. Как вот здесь вот быть? Я хотела, чтобы вот эта плита пододвинулась вот сюда, вот сюда, а машинку переставить вот сюда. Тогда бы она плотно вошла и она бы открывалась бы. Но не полностью. Но как бы вещи там загрузить, выложить можно было бы. Но мастер как бы думал-думал, меня уговаривал-уговаривал. все-таки уговорил сделать вот так. И я вот сразу хотела, чтобы был вот этот угол, чтобы мойку вот сюда вот развернуть. Потому что смысл, что если она там стоит, какой смысл тогда? Тут получалась бы плита близко, во-первых. Во-вторых, здесь вот так вот, при таком решении, больше пространства получилось, рабочего. Столешница это дерево, плита, ну, этот как вот, ДСП. ДСП толстенная, очень толстая, не знаю тут сколько миллиметров, я уже забыла. И низ глянцевый, белый. Вот такой вот низ. И там сделали, ну, та баба уже клеенкой заложила, всякими тряпочками. Там тоже все белое. И там он сказал еще попозже я подойду к нему, позвоню, чтобы сделали мне внутри там полочки для посуды. И, соответственно, заменили мойку новую, да, кран новый. Кран можно было еще тот оставить, старый, но когда мебельщики пришли, переставляли мойку, ну, делали, да, все, они отключили воду и кран старый повесили на эти шланги и куда-то дели гайку от этого крана. В общем, были приключения, мне пришлось новый кран покупать. Куда-то они дели, в общем, я не стала там выяснять, звонить. То есть, когда я-то не знала, что они куда-то ее там засунули, может быть, даже с собой прихватили случайно. Вот. Просто, когда уже пришел сантехник и надо уже тут делать, то надо было срочно бежать и покупать новый кран, потому что гайку искать времени вообще не было. Вот. Так что, вот такой вот кран купила. Такой вот. Если гайка где-нибудь найдется, то будет неплохо. Вот. Но, соответственно, ну, кто уже знает, да, уже многие же делали ремонты. Вот эта штука очень хорошая, мне понравилась, что здесь уже застряло что-то. Можно регулировать, можно набирать воду. Кстати, да, бабе нашей объясняю, 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 как открывать кран. Куда горячая вода, куда холодная. В общем, человеку 80 лет, ей тяжело пока. Так. Вот набираю. Это я вынула. Она не набирается вода. Ну, почти не набирается. Теперь вот я ее заткну и вот она пошла набираться. Так. Теперь вынимаю. Ну, в общем, для меня это тоже объект изучения. Игрушка новая для меня. Вот. Так что, да, кстати, я хотела глянцевую вот эту поверхность. Хотела глянцевую, но мастер сказал, что не привезли. В общем, не сделали глянцевую. Сделали вот такую вот матовую. Ну, это там, в общем, от доставки зависит, от, короче говоря, в общем, вот этот низ вот сделали только и все. И тут, получается, машинку вставили туда и плита вставленная. А здесь место для масла. Масло там какие-нибудь баночки поставили. Здесь мне еще предстоит убирать вот это все, отмывать. Сюда я поставлю все, что покупала для новой кухни. Я уже показывала в обзорах кое-что. в общем, вот. Вот такие вот дела. Поздравляйте меня. Ставьте лайки. Дизлайки тоже можно ставить. Это будет тоже реклама каналу. А вот этот вот холодильник, вот это же от скотча эти, ну вот, вот никак очистить не могу. Следы остались? Вот только сейчас, вот повторно, вот, а вот оно как, надо потрудиться просто больше. Пыталась очистить барфом. Барф это абразив такой, порошочек. Не очищаются. В общем, надо руками тут хорошо поработать. В общем, баба наша довольна обновлениями. Ходит такая, говорит, ой, как хорошо. В зал заходит, говорит, у нас места стало больше. вот действительно такое ощущение из-за того, что подоконник стал больше, ощущение, как будто комната удлинилась. Ну и белый цвет, естественно. Здесь тоже, только вот мастера ушли, она такая сидит, кушает и говорит, а что у нас все белое, говорит, такое стало на кухне. так, говорит, светло стало. Так светло. В общем, у нас вот фронт работы еще есть здесь, в общем, полным-полно работы, так что хотела бы в белом цвете, если буду вот заказывать, но это еще неизвестно, когда будет, я еще конкретных планов не буду говорить. и в общем, денег надо много на наши все планы. Вот. Хотелось бы в белом цвете вот так же глянец сделать. Ну, посмотрим, как получится. Может быть, желтый цвет закажу. Может быть. Для кухни тоже очень хорошо, и тем более теневая сторона у нас. Вот. Вот такие вот дела. Скоро Новый год, так что мы встречаем девятнадцатый год с обновлениями какими-то в квартире. Пусть не полностью, но хоть что-то сделали. Довольно как бы серьезные затраты у нас были, если считать и холодильник, и плиту, и окна. В общем, нам еще предстоит девятнадцатый год. Такой будет, я надеюсь, перестроек. У нас вообще началось с подъезда. В подъезде начали где-то в конце марта ремонтировать лифт, там, в общем, стены, все-все, капитальный ремонт сделали. Тоже окна меняли, а потом мы в своей квартире. Так что желаю вам тоже, если кто хочет делать перемены в квартире или в доме, делайте и расслабляйтесь. Так, до Нового Года я еще запишу видео, так что не прощаюсь. Забыла объяснить, почему я взяла вот именно вот эту мойку, такую вот недорогую, вот эту вот. Я вообще изначально купила сначала побольше, была такая квадратная, больше, принесла домой, баба, в общем, кстати, мойка китайская, баба сказала, да ну, что-то она большая какая-то, в общем, поехала, поменяла. Если бы мне в этот момент кто-то бы конкретно сказал, что турецкие лучше, я бы без проблем поехала бы, купила турецкую, и я потом уже созрела, думаю, а почему я без крыла-то взяла, без вот этого вот крыла, ну, ладно, уже какую взяла, такую взяла, в общем. Если бы мне хоть кто-то сказал, что турецкие лучше, и чем они лучше, то есть объяснили бы, как бы, как они крепятся, там, ну, это мне уже потом мастер сказал, что турецкие, турецкую надо брать, было, объяснил как, и что, и почем, ну, ладно, уже какую взяла, такую взяла, вот, это один момент, второй момент, никогда под мойку, вот в этот нижний шкафчик, под мойку, никогда не ставьте мусорное ведро, почему, потому, что будут деньги уходить, есть такая, как бы, не то, что примет, а как правило, есть такое, вот, кто фэншуем увлекается, фэншуем, я не знаю, есть это или нет, я читаю в Астушастре, там написано, нельзя мусорное ведро ставить под мойку, под мойкой здесь должно стоять ведро с водой, вот, ну, какая-то, вот, в общем, ёмкость с водой должна стоять, так что, да, и, кстати, там написано, что нежелательно менять, сразу во всей квартире делать ремонт, нежелательно, лучше, когда, вот, постепенно меняется энергия и постепенно тут сделали, там сделали, потому что, как бы, и для вас это шок, да, когда сразу вся квартира ремонтируется, там, вы должны куда-то съехать, там, ну, это уже как, как еще средства позволяют, конечно, вот, и возможности, у нас таких возможностей нет, а квартира довольно большая, поэтому ремонт постепенно, он вообще, как бы, в плане энергетики, вот, для тех, кто верит в эти вещи, лучше, то есть, постепенно меняется энергия, вот, и, как бы, для самой квартиры, видимо, это лучше, то есть, не только для нас самих, поэтому, в общем, ну, это кто в это верит, кто в это верит, кто не верит, тот не верит, у всех по-разному, вот, в общем, мойку, ну, я довольна вот этой формой мойки, в общем, я сначала подумала, может быть, она не глубокая, там, может, что-то не так, потом думаю, ладно, я уже купила, какую купила, и всё, уже, вот, сейчас уже попользовалась, я довольна, и кран очень удобный, он высокий, и вот таким вот знаком вопроса, или как сказать, да, загнутый, вот так вот, кран, я не, какая же фирма, Белоруссия, ой, как-то магазин называется, не помню, короче, короче говоря, я прошлый кран в этом магазине покупала, и он хорошо год отработал, и он бы ещё работал, если бы эти ремонтники не потеряли гайку, вот, в общем, пришлось новый купить, вот так вот, и краны, которые в ванной, там тоже одна, нет, там разные фирмы, которые на раковине, там, не помню название фирм, короче говоря, в общем, мне советовали, я покупала, посмотрим, вот этот кран, и кран, который в душевой, это одна фирма, а который на, этой, на тюльпане, там другая фирма, в общем, короче говоря, вспомню потом, потом как-нибудь расскажу, вот, главное, что качественные, купила и всё, вот так вот, извиняюсь, что я тут шевелю камерой, тут пальцы у меня, так получилось, ладно, давайте уже, до следующего видео, всем хорошо подготовиться, к Новому году, вот, и мы ещё будем готовиться, к Новому году, будем всё перебирать, опять расхламлять, ещё время у нас есть, пока-пока, приготовила, что расхламить хочу, выбросить, так, вот эта вот коробка, она просто треснула, вот здесь треснула, так, это выбрасываю, это, польская пластмасса, у меня дитё, с такой коробкой, с этой коробкой, ходила, в школу, года два, носила тормозок, и у нас ещё одна такая коробка есть, я ей дала, а эту вот, ну жалко, честно говоря, замки очень хорошие, ничего не ломалось, вот тут так я и не помыла, эту коробочку, в общем, она треснула, вот здесь вот, вот здесь, всё, короче, жалко, но на выброс, так, вот это вот, естественно, выбрасывается, потому что здесь нет ручки, ничего поломанное, нельзя хранить в доме, вот это вот, вот это вот треснуло тоже, я её откопала там в стенке, в общем, треснула она, так, замок сломался, там пенал для карандашей, сломался замок, и высыпалось всё, что доча вот точила карандаши, и сложила мусор туда, в общем, выбрасываю, так, вот это вот, что такое, отгадайте, вот таких рюмочек, у нас штук 150 было, и ещё была бутылка, бутылка где-то лежит деревянная, если я её не выбросила, вот, ну и тут, поскольку отломанная, это рюмки, ну, мы никогда не использовали их, для коньяка, а не для чего, не знаю, вот это вот, отгадайте, что, это бигуди советские, вот так открывается, вот так вот, вытаскивается, и бабины бигуди, всю жизнь наша баба пользовалась, ими, но уже лет 20 не пользуется, как вышла на пенсию, так и не делает ничего, в общем, вот эту коробку, случайно, я обнаружила, когда, мастера там возились в ванной, делали трубы, вот как-то она выплыла там, короче, там ещё в ванной, расхламлять, расхламлять, вот, и я лично ничего не накручиваю, у нас, у меня и у дитя свои волосы волнистые, вот, нам оно и даром не надо, вот такие дела выкидываю, я ещё так подумала, подумала, думаю, господи, откуда эта коробка взялась, так, тут у нас родственница есть, маленькая, отнесу ей вот эти вот игрушки, которые нам уже сто лет не нужны, пищалки, кофту отнесу, её сестрёнке, которая 10 лет, что-то у меня тут попалось, вот, ниточки, волосики, вот, школьная кофта, вайкики, чистая шерсть, но она уже старенькая у нас, нам её отдавали, она была уже бэушная, кстати, в этом году я хотела в вайкики купить такого же качества, чтобы тонкая шерсть была настоящая, но чтоб шерсть, чтобы шерсть, чтобы она тёпленькая была, вот эта кофта тёплая, но не было, там только были тонкие, такие, хэбэшные, так, ну вот книжечку, Корней Чуговский, вот это пазлы, пазлы деревянные, это я покупала, ещё дитю два годика было, тоже отдадим, как раз ей два годика, и вот такая вот игра, коровка, вот коровку наряжать, платьишки здесь вот приставляются, и с дочей мы поговорили, решили вот этого медведя тоже отдать, вот этого, она с ним не играет, хотя хороший медвежонок, но что-то она с ним, как панда, или кто, на кого он похож, даже не знаю, вот, в общем, завтра, наверное, пойду, отнесу им, вот эту вот, медвежонку, но почему-то вот не играет, не знаю, когда ей подарили, она играла, играла, потом что-то перестала играть, хотя с мягкими игрушками она играет, но с определёнными, я ещё уговариваю её, давай ещё перебери, найди, что Софийке отдать, но пока так решили.